Всем привет! В этом видео я расскажу про статью Зигмунда Фрейда «Жуткая». Написана она была в 1919 году, прошло уже более 100 лет, и эта статья до сих пор, ее положение актуально и не имеет смысл, имеет значение до сих пор. Анализ термина «жуткая» Фрейд начинает с обращения внимания на то, что его исследование цену потому, что никто эту тему ранее не затрагивал. Тему жуткого и тему эстетическую. Фрейд опирается на доклад психолога Йенча немецкого, который говорит, что восприимчивость к жуткому у разных людей разная. Сам Йенч признает, что давно не испытывал этого самого жуткого, он может вспомнить моменты, когда это сны происходило, но больше он жуткого не испытывает в последнее время. На первый взгляд кажется, что жуткое это что-то такое чужое и неизвестное, когда не ясно, чего можно ожидать. Но это слишком простое с точки зрения Фрейда объяснение. Самое ужасное это не нечто неведомое, а когда в хорошо знакомом и безопасном обнаруживаются неизвестные ему свойства. Под маской друга таится враг, например. И когда проявляется то, что таилось, было ранее скрыто. То есть я выглядел на слайд определение жуткого по Фрейду, как в статье было написано. Жуткое это та раздовидность пугающего, которая имеет начало в давно известном и давно привычном. Как это возможно, при каких обстоятельствах это что-то становится пугающим, жутким, будет ясно далее. И Йенч же он остановился на отношении жуткого к своеобразному и непривычному, и дальше не пошел. Существенное условие для появления жуткого он обнаруживает в интеллектуальной неуверенности. Жутким всегда становится нечто, в чем до некоторой степени не разбираются. То есть чем лучше человек ориентирован в окружающей среде, тем труднее ему испытать жуткое. Здесь можно вспомнить статью Говарда Филлипса Лавкрафта, из его эссе «Сверхоестественный ужас в литературе», в котором он выявил самый сильный человеческий страх, это страх неизвестного. То есть страх – это самый древний и сильный из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх – это страх неведомого, как писал Лавкрафт. Заимствовав термин Фрейда, исследователи нередко сталкивались с его неприводимостью. Проблема в том, что немецкое слово «анхеймлихкейт» при переводе теряет ряд вложенных в него смыслов, и русский его аналог «жуткое» до конца не передает тот смысл, который заложен в этом слове. В слове «анхеймлихкейт» можно вычеркнуть суффикс «кейт», который делает прилагательный «анхеймлих» существительным. При анализе феномена жуткого для Фрейда очень важно отрицание, вот это «ан» и корень «хейм». Корень слова, которое означает «близкое», «родное». «Хейм» с немецкого – это «родина» вообще. В русском слове «жуткое» нет ни отрицания, вот этого «ан», ни связи с родным. В «жутком» не содержится отрицание и связи с родным в нашем русском. Более того, у Фрейда есть еще один мощный попутчик. Фрейд дважды упоминает Шеллинга в своей статье. Шеллинг – это еще одна из ключевых фигур эстетики, да и вообще философии немецкой, классической. Да и не только немецкой, в принципе, философии. Мысль Шеллинга звучит таким образом. «Жуткое» – это то, что должно было быть скрытым, но обнаружило себя. На слайде эта цитата вынесена. По сути, всю фрейдовскую эстетику жуткого можно считать разворотом мысли Шеллинга. А то, что самым чудовищным и жутким оказывается не то, с чем мы никогда не сталкивались, а то, что нам хорошо знакомо, нами хорошо забыто и вдруг к нам возвращается. Теперь, если перейти к предварительному разбору людей, предметов, впечатлений, процессов и вообще ситуаций, когда чувство жуткого у нас пробуждается, то необходим удачный первый пример. Йенч в этой статье говорит, что часто жуткие переживания вызывают обушевленные предметы, в обушевленности которых возникают сомнения. А также неодушевленные предметы, в которых подозревается скрытая жизнь. При этом Йенч ссылается на впечатление от русковых фигур, как на кадре, искусно изготовленных кукол и автоматов. Он добавляет, что впечатление жуткого вызывает также эпилетические припадки у людей, например, или проявление безумия, потому что с их помощью зрители пробуждаются догадки о механических процессах. То есть это неестественно для человека, и он этого страшится. Таких проявлений. Цитата. Один из самых надежных приемов без труда вызвать впечатление жуткого с помощью повествований основывается на том, чтобы составить читателя в неведении, является ли некоторой фигурой человеком или автоматом, именно так, чтобы эта неуверенность не оказалась в фокусе его внимания, не побуждала его тем самым немедленно исследовать и уяснять суть дела, так как из-за этого легко исчезает особое эмоциональное воздействие. Гухман с успехом демонстрировал этот прием. То есть мы должны именно ощущать это, но не рефлексировать насчет этой эмоции, насчет того, что что-то не так. Тогда сразу шутка жуткого теряется по Йенчику. Если позволить себе немножко отвлечься и рассказать о современности, уже отойти мы маленько от статьи Фрейда, и как повлияла статья Фрейда на современность, на современные исследования страха. Объекты, похожие на нас внешне, но которые полностью не совпадают с нами в манере поведения, вызывают у нас негативные эмоции. Слишком человекоподобные роботы неизбежно становятся воплощением эффекта зловещей долины. Что это за эффект? Название эффекту дал японский робототехник Масахиро Мори. В 1970 году вышло его эссе «Зловещая долина». Мори выдвинул такую идею. Чем больше мы будем стараться делать роботов похожими на людей, тем больше отражения они вызовут. К чему мы можем увидеть признаки зловещей долины? В первую очередь в лицевой экспрессии. Чем более застывшим выглядит лицо, тем хуже к нему относятся люди. Это относится к артикуляции речи. Помимо этого ситуацию ухудшает неестественность, какая-то дерганность движений, неестественность речи, неточность синхронизации движений губ. Это все приводит к эффекту зловещей долины. Стоит отметить, что этот эффект не универсален и обладает половой и возрастной вариативностью. Например, женщины в среднем меньше чувствительны к зловещей долине, чем мужчины. Пока что это объясняется тем, что девочки должны быть более чувствительными к эмоциям. Пока конкретное исследование на этой теме нет. Обратная зависимость наблюдается с возрастом, что объясняется эффектом привыкания. Однако до 6 месяцев дети вообще не воспринимают этот эффект и не страшатся его. То есть это, видимо, все-таки приобретенный какой-то социальный феномен, а не эволюционный. И откуда же берется это чувство, что с человекоподобным роботом что-то не так? Идей очень много по этому поводу. Если говорить о психологии, то помимо понятного концепта зловещей долины, стоит вспомнить такие теории, как теория восприятия угрозы, теория неспособности к эмпатии и теория психопатов. Посмотрим их поподробнее. Первая – это теория восприятия угрозы, а она была предложена Минсу Каном в 2009 году. Он писал, что андроиды, которые находятся в пространстве между категориями робота-человек, вводят нас в состояние постоянного диссонанса и сталкивают нас с неизвестностью. Чего именно ждать от такого существа? Управляем ли мы ситуацией? Если ответа на эти вопросы нет, то это вызывает страх. В свою очередь, Катрин Миссельхорн утверждал, что эффект отторжения основывается на том, что мы не способны понять чувства подобного объекта, робота. И это приводит нас к чувству неизвестности и к страху. Наконец, третья теория – позиция Анджелы Тинвилл. Она заключается в том, что мы боимся не столько того, что неспособны к эмпатии, сколько того, что эмпатии не способен сам андроид. То есть мы воспринимаем подобное создание как психопата. Мы думаем, что оно не может человеческие эмоции как-то считывать и эмпатизировать. Часто, что попытки достичь максимального реализма в создании каких-то роботов, похожих на людей, это все приводит к противоположному эффекту зачастую. Например, мультипликации. Можно вспомнить такие картины, как «Полярный экспресс», «Приключение Тинтина» известные. Там довольно странно выглядят. Люди пытались максимально реалистично рисовать персонажей, но получилось не очень хорошо. Это жутко вызывает, жуткое впечатление. Также всякие инди-студии страдают этим же самым. Например, фильм известный у нас в России «Дети против волшебников» имеют своего рода культовый статус в России из-за дешевой анимации. Вот слева пример. Как раз персонажа. Выглядит он довольно жутко. Хотя пытались сделать как бы реалистично. Справа это кадр из мультика «Куда улетают черные птицы». Классный мультик. Я бы посоветовал посмотреть, но он такой, довольно трешевый. Тоже такие персонажи там очень жутковатые. В заключении стоит сказать, что феномен часто подвергался к критике со стороны ученых. Говорят, что этот эффект существует, но его считают временным. То есть еще пара десятилетий, может быть 10 лет, 20 лет. И все привыкнут просто к этому. Андроидов будет как можно больше среди людей. И мы просто привыкнем к ним. Не будет они вызывать у нас какого-то отражения. Возвращаясь обратно к Фрейду, он предлагает обратить внимание на страшную повесть Гоффмана «Песочный человек». И вообще его статья, он разбирает некоторые положения и сюжет этой повести. В его сказках можно увидеть, как персонажи наделяются скрытой неопределенностью, которая обходится до времени стороной. Такой подход приводит к особенному эффекту жутких переживаний, потому что долгое время скрытая неопределенность не поясняется и продолжает терзать воображение читателя. Повесть основана на укоренившемся в народном сознании страхе повреждения глаз. Та же пословица есть. «Беречь как зерницу ока». То есть беречь как глаза. Вообще страх потерять глаза очень важный. Его Фрейд называет страхом кастрации. То есть это здесь речь не про мужское достоинство, а про потерю глаз. То есть это у нас самый главный орган человека, прямоходящего у собаки, например, обоняния. Для нее страх, наверное, самый главный это принос потерять. Нюх, а не глаза. У нас самый главный страх – это глаза потерять по Фрейду. Другим мотивом, который также есть у Глофмана, является проблема двойников. То есть появление людей, которые из-за своей одинаковой наружности должны считаться идентичными. Такая ситуация усиливается благодаря телепатии двойников, когда один персонаж овладевает знаниями и чувствами другого. Герои плутают в своем «я» или перемещают в чужое «я» на место собственного. То есть происходит удвоение, разделение и подмена «я». Наконец, постоянное возвращение одного и того же, повторение тех же самых черт лица, характеров, судеб и так далее. Двойник – это образ прошлого, который в раннем детстве был помощником, но по мере взросления приобрел черты, внушающие ужас. Вспомните момент, когда однажды перед вами неожиданно возникает собственная фигура. Про этот такой момент вспоминает рассказы. Я сидел один в купе спального вагона, когда при резком ускорении поезда дверь, идущая в соседний туалет, распахнулась, и передо мной предстал старый господин в дорожной шапке на голове. Я предположил, что он, покинув находящуюся между двумя купе кабину, спутал направление и по ошибке зашел в мое купе. Вскочил, чтобы объяснить ему это, это, но скоро с совмещательством я понял, что нежданный пришелец – это мое собственное отраженное зеркалом изображение. Еще я почувствовал, что у меня глубоко не понравилось это появление. И вместо того, чтобы испугаться двойника, я просто его не опознал. Фрейд такой пример приводит. Частенько, когда мы случайно, не специально, случайно видим себя в зеркале, мы пугаемся, чувствую, что это дискомфорт вызывает, мы не понимаем, что это, кто это. Но когда мы осознаем, опять-таки возвращаясь к началу моего рассказа, когда мы осознаем, что это двойник, когда мы осознаем, что что-то не то, как бы чувство жуткого пропадает. В другой серии наблюдений мы также без труда узнаем, что именно фактор неувышенного повторения делает жутким то, что в ином случае было бы безобидным. Например, вспоминает сразу фильм «Роковое число 23» с Джимом Керри, где он видел во всем, что его окружало, цифру 23 число. И из-за этого он интерпретировал это число как дату своей смерти, что вот часто встречал эти числа и их плохо интерпретировал в негативном ключе для себя. Это вызывает жуткие ощущения, как именно сконцентрируешься на этом, а то, что повторяется какое-то число. Это жутко. А тот, кто уязвим и чувствительный к суевериям, обнаруживает склонность приписывать это назойливое возвращение одного и того же числа, например, к тайному смыслу. То есть он видит указание на какую-то предопределенность. То есть как будто бы судьба ему говорит, что вот это число имеет какое-то значение. И он начинает это значение приписывать к своим событиям, что-то там интерпретировать как-то. Сюжет повторения выступает центральным мотивом возникновения чувства жуткого. Фрейд приводит многим знакомым примеры, когда при определенных ситуациях возвращаешься несколько раз в одно и то же место на улице, не имея цели туда возвращаться. То есть случайно ты шел в одно место и вернулся обратно. Или запутав в лесу, человек в поисках дороги несколько раз выходит к одной и той же местности. Подобные ситуации вызывают по проиду чувства жуткого. Источник жуткого полагается автором повторения однородного. Пример такой тоже можно привести в фильм «Ведьма из Блэр. Курсовая из того света». Там тоже в одном лесу постоянно они, главные герои, приходили в одно и то же место. И это вызывало чувство жуткого и непонимание. Почему? Как так? Положение о бессознательном источнике навязчивых повторений и их роли возникновения чувства жуткого выступает основным. Для подтверждения этого положения он обращается к анализу частных случаев. Поскольку жутко связывается с компульсивными повторениями навязчивыми, то неудивительно обращение к рассмотрению случаев неврозов, таких состояний. Например, приводит автор случай, когда пациенты предчувствовали события, которые произойдут в ближайшее время. Например, после мысли о давнем знакомом он пишет письмо или происходит с ним встреча на улице случайно. То есть я подумал, что что-то вот давненько я не видел там своего друга. На следующий день я его вижу. Это вызывает чувство жуткого по Фрейду и это называет он всевластием мыслей. Одним из сильнейших источников жуткого выступает отношение человека к смерти, которое имеет амбивалентный характер. С одной стороны, существуют научные знания и с точки зрения биологии человек он смертен, как и все живые существа. В то же время, бессознательно отсутствует представление о конечности жизни, что всегда оставляет в душе человека сомнение, отрицание, тайное убеждение в том, что после смерти есть продолжение. Но это не так. Самым жутким кажется многим людям то, что связано с покойниками, со возвращением мертвых, с духами, с привидениями. Едва ли в какой-либо другой области наше мышление и чувствование так мало изменилось в первобытных временах, как в наше отношение к смерти. Не следует удивляться, что первобытный страх перед мертвецом у нас также силен и готов себя проявить, как только это что-нибудь даст к этому повод. Мы называем жутким и живых людей часто, а именно в том случае, когда считаем их способными к взрывнамерениям. Но этого недостаточно. Мы обязаны еще учесть, что эти намерения навредить нам будут осуществляться с помощью особых сил, с помощью магии, например. Это вызывает чувство жуткого. Например, жуть от падучей болезни, от сумасшествия, от того же происхождения. Оторванные члены, отрубленная голова, отделенная от плеча рука, как, например, в сказках Хауфа, ноги, танцующие сами по себе. Это содержит в себе нечто жуткое. Кому-то страшно это, но есть люди, которые отдали бы пойму первенства в жутком представлению о погребении его, мнимо умершего. То есть еще одним таким важным триггером к вызову чувства жуткого является ситуация погребения заживого. Психоанализ научила, что эта ужасающая фантазия это преобразование другой, поначалу совсем не пугающей, а вызванной жгучим желанием о жизни в материнской утробе. Но это типичный фрейд. Необходимо упомянуть об одном наблюдении из психоаналитической практики, являющемся наилучшим подтверждением этого понимания жуткого. Часто бывает, что невротики признаются, что женские гениталии у них вызывают чувство жуткого. Но это жуткое дверь в былое отечество детей человеческих, место, в котором каждый пребывал. То есть жуткое, анхея михель, это прежние времена родное, давно привычное, из материнского утроба. Как бы Фрейд об этом пишет. Создание зловещего впечатления может также служить размытой границей между фантазией и действительностью. Когда перед нами, например, предстает нечто такое, что до сих пор считалось невозможным. Фрейд говорит о том, что на заре человечества люди считали многие с уверенной действительностью и были убеждены в их реальности, когда, как сегодня, мы в них уже часто не верим. То есть если обобщить, что вызывает чувство жуткого по Фрейду? Во-первых, это колдунство, когда люди что-то, злые намерения свои, с помощью колдовства, на нас воздействуют. Всемогущество мыслей, когда я подумал, о чем-то это случилось, случайно. Отношение к смерти, к зомби, к мертвому, непреднамеренные навязчивые повторения, чисел, например, мотив двойника, комплекс кастрации. Вот это слагаемое превращение тревожного в жуткое. У вас мог возникнуть такой вопрос, а есть, например, сказки какие-то, например, сказки Андерсона, где оживает домашняя утварь, например, мебель, олянный солдатик, и в этом чувство жуткого не вызывает. Это в сказках очень распространено такое, что оживает то, что должно быть мертвым. Для мира сказок характерны вполне исполнение желаний, тайные силы, всемогущество мыслей, оживление мертвых, но это не приводит к чувству жуткого. И Фрейд отвечает на этот вопрос. Вывод таков, по поводу сказок и поэзии. Поэзия не является жутким, многое из того, что было бы жутким, если бы случалось в жизни, в реальности. Таким образом, в своей статье «Жуткая» или «Зловещая» в другом переводе, Димон Фрейд следовал «Словещая» переживания в жизни и литературе, сделав акцент на различных факторах, стоящих на основе ощущения ужаса. Преемственность кино и литературы на заре кинематографа очевидна и широко известна. В данном эссе можно обнаружить ряд мотивов, которые сегодня свойственны кинофорору и в реже уже литературе ужаса. Как показал разбор данной статьи, Фрейд одним из первых отметил причины того, почему зловещие действуют по-разному в разных жанровых оболочках, что облегчает деятельность современного исследователя в вопросах демаркации хоррора. Если говорить о том, как статья жутко повлияла на развитие современного хоррора, то можно сказать еще и о таком явлении, как «Полуденный ужас». Лучше всего «Полуденный ужас» описал Павел Флоренский, такой философ русский. В полдень же, ровно в полдень, еще страшнее, а глядишь кругозор, стоят в застывшем воздухе сухие испарения пашин, то земля горит, говорят крестьяне. Знойные дыхания земли не колыхнутся, даже пыль не пылит, гнетет и ее, покорную, стопудовый гнет, тяжко и жутко. В безвольном ужасе молчит все, истомное, притихшее перед мощным молохом, лишь бы минул томительный час. Побежишь и гонится, гонится кто-то, крикнуть хочешь, да не смеешь, где не один ты, вся тварь ушла в себя, вся тварь замерз и ждет, кажется бесполуденной, неласковой беса полуночного, не моя эта мистика, боюсь ее, ни ночью, ни днем не раскроется душа, и не хотелось бы умирать в эти жуткие часы. То есть, главным триггером становится ощущение неестественной пустоты и тишины, особенно на открытом пространстве, то есть в полях, например, где-нибудь. Пару минут назад шепетали птицы, шумела трава, ветер, а теперь все затихло и словно вымерло. И это полуденный ужас. Это тоже можно здесь чувство жуткого приплесить сюда, что вот все живет вокруг, а вдруг в один момент затихает. Еще один важный триггер это полуденное небо, которое часто выглядит парадоксально, одновременно и глубоким, и плоским. Вместе с солнцем, с пепеляющим, это дает угнетающий эффект. Небо словно давит на вас. Не менее любопытная идея о том, что в момент, когда солнце находится в зените, окружающее пространство может назвать флэджбеки, связанные с нашим опытом из снов. Поток яркого света, бьющий сверху, делает пейзаж и предметы более плоскими, мешает для детализации и объема. Есть такое время, когда предметы, там, столбы, например, они тени отбрасывают. Это выглядит, как будто бы какая-то игровая ошибка, как будто мы находимся в какой-то симуляции, и просто забыли тени нарисовать. Это тоже вызывает чувство жуткого. Это происходит именно вот в этот полуденный ужас, который, к сожалению, сейчас никак не изучается, не исследуется. Но, возможно, кто-то захочет этим заняться поподробнее. еще одним способом, как интерпретировать современное чувство жуткого, где оно еще можно его найти, это такое понятие, как и лиминальное пространство. Вот примеры такого пространства. Лиминальное это переходное пространство. То есть, например, справа, слева мы видим пустые пространства, которые, по идее, должны быть заполнены. То есть, справа коридор пустой, тихий, где никого, ничего нет. Как будто бы такой переход в иной мир. ты идешь куда-то, вот привычное место, где много народу, оно непривычное, оно в нем народу нет, в нем тишина, покой, непривычно. И это вызывает чувство жуткого. Слева, допустим, я не знаю, что это, какой-то театр может быть, а здесь вот все раскидано, разброшено, заброшено, никого нет, пусто. Например, тоже пример, если, допустим, вы ночью засидели в школе или в универе, и никого нет, все уже ушли, а вы засиделись, и вот вы выходите в коридор, там вот коридор пустой, и вы как-то не привыкли, что коридор пустой, что тишина в школе, что как-то не что-то не то. Это вызывает чувство жуткого, это называется реминальным пространством. Про них очень много видосов на ютубе, очень много статей и так далее, то есть про это можно почитать более подробно. Спасибо всем за внимание, это был краткий пересказ статьи «Жуткая Фрейда», надеюсь, вам понравилось, я еще приплел сюда какие-то современные феномены ужаса, на которые повлияла эта статья, по моему мнению. Надеюсь, было интересно, всем спасибо и пока.